Около двух сотен чернобыльцев пришли сегодня на поклонную гору. Спустя 17 лет в живых у нас осталось только 750 ликвидаторов чернобыльской аварии. Все же побывали там, думаете, на вид-то они хорошие, здоровые, а внутри-то они гнилые, толкнее они упадут. Они такие сейчас товарищи, что это не жильцы уже, это входящие трупы. Сегодня у чернобыльцев много сложностей, а после отмены ряда льгот они и вовсе обижены на государство. Насчет лекарства нам, хотя положено бесплатно, покупаем за свои деньги. Квартиры уже лет 10 стою, и так это нет. Единственное, только что за питание платят. Размер этой самой платы за питание 300 рублей в месяц. Попробуй зловчиться прожить на эту сумму. Что касается жилья, то краевые власти этот пункт в бюджет нынешнего года внести не позаботились. Как бы там ни было, ликвидаторы аварии о своих проблемах говорят не очень охотно. Сегодня они вспоминают своих товарищей, которых уже нет в живых. Ну что, граждане, нам это ты, да луса, ты в городе надо или не надо? Страсти по вождю сегодня достигли критической точки. Председатель общества мемориал в Красноярске Алексей Бабий решил действовать. Подписи против установки памятника всего за час собрали почти 400. А вот фронтовичка Анна Трофимовна расписываться на отрез отказалась. Ей прошедшая всю войну кажется кощунством так ставить вопрос. Я за памятник и деньги отдала от пенсии, сразу увидела и всегда и хотела, чтобы был памятник. Мы должны свою историю сохранять. Какие бы там колебания, что было. Понимаете, нужно ценить свою страну. Алексей Бабий волю ветеранов уважает, но в своей правоте уверен. То, что для фронтовиков справедливость для репрессированных оскорблений. Я к фронтовикам хочу обратиться. Вы не только о себе думаете. Есть же и другие старики, которые настрадались не меньше вашего. Что же вы их так-то? Зачем же вы их-то так? Дорогие вы мои. Быть или не быть памятнику сегодня решала специальная комиссия администрации города. Вердикт положительный. Этот бюст работы Василия Севцова уже отливается в одно из мастерских. Деньги на работу собирали коммунисты. Они же больше всех ратуют за. Это хороший способ привлечь к себе внимание общественности. А желание ветеранов, похоже, используют как неоспоримый аргумент. Так что мэру, за которым окончательное решение будет сложно. Комиссия рекомендовала установить бюст Восифу Сталину здесь, в пантеоне Победы, прямо внутри помещения. По мнению членов комиссии, во-первых, это будет идеологически правильно. А во-вторых, поможет уберечь скульптуру от рук вандалов. И вот здесь начинаются странности. Если заранее ясно, что памятник в покое не оставят, зачем его вообще устанавливать и провоцировать людей? Не нужен нам берег турецкий, а Африка нам не нужна. Чиновники администрации края собрались сделать из нашего региона туристическую мекку. Благо, есть чем у гостей удивлять. Взять хотя бы тот же Тунгусский метеорит или город солнца. В Курагинскую тайгу уже в этом году начнут возить даже иностранных туристов. Виссарионовцы ждут не дождутся. Они нормально относятся, у них даже есть вообще не человек, который отвечает за посещение туристов. Красот, которые заставят иностранцев восхищаться в крае немало. И не сейск, шушенская, ергаки. Правда, чтобы немцы или американцы поехали в Сибирь, нужно создать условия. Построить отели, теплоходы, закупить комфортабельные автобусы. Хотя краевой туризм рассчитан не только на привередливых гостей из дальнего зарубежья. В этом году красноярские компании предлагают десятки новых недорогих маршрутов по югу края и северу. А по мане начнут сплавляться двухэтажные суперкомфортабельные плоты. За большие деньги для вас на втором этаже все эти три дня может петь Олег Митяев. Кстати, первые 10 путевок уже проданы. Суперплот от Беретти отчалит в следующие выходные.